Подавляющее большинство населения Латвии поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Прием украинских беженцев и вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом говорят данные опроса, проведенного по заказу Государственной канцелярии. Всего было опрошено чуть более тысячи постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Так, по данным опроса, 82% населения Латвии полностью поддерживают борьбу Украины за независимость и свободу. Прием украинских беженцев поддерживают 73% респондентов. Вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных, а вступление в ЕС – 62%. Согласно опросу, подавляющее большинство латвийцев выступает против войны. Опрос также показал, что чувство безопасности латвийцев на высоком уровне в связи с членством Латвии в НАТО и ЕС. Это и другие темы прямо сейчас давайте обсудим с депутатом Сейма Латвии Айнерс Латковскис. Он присоединяется к нашему эфиру. Айнерс, здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день. Добрый день. Айнерс, ну вот пошел уже 12-й месяц полномасштабному вторжению России в Украину. И вот такие невероятные данные опроса в Латвии от государственной канцелярии. Ведь можно, по сути, уже с уверенностью говорить, что усталости от войны в Европе, на что так рассчитывал Путин, в Латвии уж точно не наблюдается. Согласны? Я полностью согласен с вами. Но это не только о Латвии, это вообще о всей Европе. Я думаю, те силы, которые поддерживали Россию, они пошли вниз, эти цифры. Не только в Латвии, как мы видим, поддержка в марте российского вторжения войны в Украину было около 8%. Сейчас это снизилось перед Рождеством, когда этот общественный опрос был сделан до 4%. Я думаю, такая же ситуация, или даже получше в Эстонии, в Литве, в Польше, в других странах, которые понимают, что такое Россия и какое зло она несет всему миру. Думаю, на то, что рассчитывала Россия, это было вроде на то, что произошло в 2014 году после оккупации Украины, когда все это стихло, когда некоторые западные старые европейские страны стали медиаторами между Россией и Украиной. Сейчас это не происходит. Если мы видим, то вот это перенство переняла Брюссель, а не Берлин и Париж. Они как-то хотели, и Макрон часто звонил Путину. Но сейчас этот тон задает официальный Брюссель. Это означает, что те страны, которые вступили в ЕС попозже, это те страны, которые были под игом Советского Союза, России, у них побольше голосов. И не только что у нас цифра большая. Мы и последнее говорим, потому что мы очень хорошо знаем, на что способна Россия, на что был способен Советский Союз, которые иногда не понимают те страны, которые жили за железным занавесом. То, на что надеялась Россия, этого не случилось и не случится. Скажите, а если говорить еще об этих 4% жителей, которые все же еще поддерживают военную агрессию России в Украине, каков портрет всех этих сторонников диктаторского режима Путина? Расскажите, пожалуйста, это те люди, которые до сих пор находятся под влиянием российской пропаганды, которая каким-то образом еще просачивается на территорию вашей страны? Да, это те люди, которые даже перед войной мы уже запрещали многие каналы. Или на некоторое время, или на совсем. Но после начала войны, 24 февраля, мы запретили эти все каналы. Но, конечно, есть другие способы, потому что мы свободная гемотерапевтическая страна. Есть другие способы, как, наверное, смотреть новости из России, несмотря их на кабельных или другим способом телевидения. Так что мы знаем конкретные примеры. Конечно, в Латвии в советское воровое время у нас тут много русскоязычных, приезжали люди из бывшего Советского Союза, много русских. Есть и смешанные семьи, и есть друзья, которые я знаю, и есть коллеги, у которых один родитель латыш, а другой русский. И тут очень было интересно видеть на конкретных примерах, как изменялось их восприятие того, что происходит на этой войне. Если перед этим они очень, потому что вот конкретный родитель русский смотрел, русское телевидение, ну, смотрели, конечно, те программы, где развлекающие, но в то же время вот это ты смотришь это и немножко ещё новости. Это идёт вместе, как пакет такой, праздничный пакет. И они смотрели, и они просто сначала, я знаю, говорили о том, что нет, вот русские только хотят, вот как от пропаганды было там фашисты в Украине, бомбят только армейские части или технику, ничего. А ваши каналы, которые мы начали в Латвии представлять людям по кабелям и другие возможности, и особенно канал Freedom, который вещает на русском языке, который им понятен, они сначала смотрели оба канала, пропаганду и Freedom, и начинали понимать, что в России врут просто. И если даже у них была возможность через интернет как-то по-другому смотреть, они просто перестали смотреть российскую пропаганду. На одном из кабельных пакетов, например, который очень распространён, самый большой, у нас уже сейчас, если я знаю, то шесть каналов украинского телевидения. Это прекрасная новость. Это и парламентский канал, это и Freedom, и развлекательный канал, тот канал, те программы, где ваш президент, когда он ещё был комиком, участвовал. Так что, если есть с чего сравнить, тогда люди очень быстро знают, где правда. Айнерс, давайте вот ещё что обсудим. Важное событие произошло в прошлую пятницу, буквально несколько дней назад. В Таллине состоялся Балтийский саммит. Премьер-министр Латвии заявил, что Латвия, Литва и Эстонию полностью поддерживают предоставление вооружений, которое позволит Украине выиграть эту войну. Кроме того, премьер-министр Латвии Кришенис Кариндж заявил, что три балтийских государства покажут пример, инвестируя средства в поддержку Украины. Скажите, пожалуйста, наблюдаете ли вы сейчас вот такое единство и скорость принятия решения в других странах ЕС? Или же существует ещё некое промедление в принятии решений или в поставках необходимого нашим вооружённым силам Украины оружия? Знаете, интересно, когда всегда мы говорим об этом, я вспоминаю, было такое, как говорится, термин в Европейском Союзе, как бы Европа двух скоростей, когда всегда те, которые в Западе, старой демократии, говорили о том, что они побыстрее принимают решения, чем страны бывшего Восточного блока. Сейчас всё это наоборот, вы правильно примечали. Для нас ясно, какие решения должны быть приняты на европейском уровне и на натовском уровне. Мы их лоббируем на три наши страны, потому что почему нам это легче сделать? Не только потому, что мы ситуацию очень хорошо осознаём, потому что ещё мы не идём как страна-одиночка, мы идём вместе как три страны. И это очень хорошо, если что-то надо добиваться. Ещё мы работаем вместе с Польшей, так что эти все четыре страны, большие друзья, и мы лоббируем, чтобы те решения, которые нужны для вас, для поскорейшей победы Украины, это не только то, что вам нужно для защиты Украины, вашей территории, а то оружие, которое вам нужно для победы, чтобы вы освободили всю территорию своей страны. Ну, не везде так, мы это очень хорошо знаем, но ситуация, я думаю, меняется к лучшему. Она начала изменяться с сентября прошлого года, когда Украина показала, что она не только может защищаться, но и может атаковать противника, агрессора и выдвигать его из своей территории. Айнерс, ну и ещё о поддержке латвийцев хочется сказать. Известно, что 24 февраля, в годовщину этого полномасштабного вторжения, у российского посольства в Риге собирается некий пикет в поддержку Украины, об этом пишут латвийские новостные сайты. Как считаете, будет ли это мероприятие массовым? Ну, это потому что год назад у российского посольства было очень много мероприятий, был очень большой концерт, где собирались деньги для украинцев, для беженцев и для Украины. Сейчас тоже, я знаю, будут мероприятия, но и мы тут в парламенте тоже думаем о том, что 23 февраля, это день за этого, в четверг у нас всегда один раз в неделю пленарное заседание, когда все 100 депутатов собираются в зале. Мы думаем, что мы сможем подключить вашего спикера или вице-спикера, чтобы он что-то сказал нашим парламентариям. Так что у нас тоже есть тут в нашем парламенте планы. Айнерс, мы еще с вами поговорим о поддержке и помощи Латвии. Известно, что ваша страна в этом году собирается принять на лечение 120 украинских военных. И кроме того, Латвия выступила вот сейчас с категорическим осуждением того, что белорусы и россияне по решению Международного Олимпийского комитета смогут принять участие в Олимпийских играх 2024. Сборная Латвии в таком случае откажется от участия в Олимпийских играх. Об этом заявил президент Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмер. Айнерс, вот как вы прокомментируете такие решения Международного Олимпийского комитета в условиях развязанной варварской войны со стороны России? Ну, во-первых, мы тут были очень возмущены этим решением. Но это тоже интересно. Сегодня прочел в новостях новость, что мэр Парижа тоже изменяет свое мышление об этом. Я думаю, тут главная волна пошла, и ее надо продолжать. Польша сказала, что она будет брать инициативу и собирать тех стран, которые не готовы поддержать выступления своих атлетов в такой Олимпиаде, где будут участвовать страны-агрессоры. Так что я думаю, если этот, как называется по-русски, эффект снежного кома, который катится с большой горы, он набирает скорость и будет побольше. Я очень, очень надеюсь, что такое решение будет изменено, должно быть изменено. Тут в одном только случае может спортсмены России и Белоруссии участвовать. Если Россия и Белоруссия больше не участвуют и уходят из территории Украины и подписывают минный договор, в только таком случае и подписывают договор о репарации, выплате Украины денег на восстановление вашей страны, и те территории, которые они разбомбили, разграбили. Есть такая важность для России и Белоруссии, но это только в таком случае. Ну, я в этом не верю. Если остальные демократические страны будут там участвовать, всё равно я думаю, что нам там делать нечего. Я буду очень возмущён, но я просто в это не верю. Я думаю, что некоторые функционеры Олимпийского комитета тестируют, просто тестируют, что об этом будут думать общества, что об этом думают будут конкретные Олимпийские комитеты конкретных стран. Но тут вот надо собирать в союз одномышленников, как это обещало сделать Польша. Заявления из многих стран уже последовали, и это очень хорошо, что сегодня мэр Парижа тоже сказала, что она думает по этому поводу. Да, будем надеяться, что и другие опомнятся, точно так же, как и опомнилась мэр Парижа, о которой вы вспоминали, Идаль Ганн. Айнер, спасибо вам большое за поддержку. Всем жителям Латвии тоже спасибо огромное за эту невероятную поддержку, о которой мы говорили в нашем эфире, за то, что смотрите «Фридом» и всегда находите время для того, чтобы побывать в нашем эфире. Напомню нашим зрителям, Айнер Солодковскис, депутат Сейма Латвии, был с нами в эфире «Фридома». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова